Сегодня уже 06.09.2024 Базилия Амсоцкого на моем большем канале Много произошло уже опять событий такие разные, сложные очень Ну, начнем давайте сегодня, подумал, ну с чего начать Там Зеленский поехал в Германию, повез черную шметку этому бедному, как его там, Шольцу Как его Мельник прозвал, да, к этой разновидностью колбасных изделий Что-то будет точно у Шольца, в Германии к этому уйдет Зеленский с Макроном вчера ночью вечером очень поздно поговорил То есть там какие-то нехорошие события назревают, Зеленский активизировался Ну, опять удары сильные там везде, и Павлоград, и прочее, и на войне тяжелая Мясорубка там, и Сирского интервью, СНН, ну в общем Ничего хорошего нет, в Курске тоже там все застыло Других разных много событий, Соединенные Штаты Ну, знаете, с чего? Давайте мы сегодня начнем Я думаю, это по символике это очень важная тема будет Она как-то вот формируется, как целый какой-то поток И она так как бы живет своей жизнью начала С какой-то манера своего существования появилась Тем более, что вот обсуждение этой тематики вызвало такой серьезный интерес У моих зрителей это про этого, как Боря Джонсон раскрылся И принял на себя вот эту Вован Лексус Ему предложили, что типа это были слова Киссинджера от Жака Атали Что вот он очень похож на этого И типа Киссинджер его называл этим самым домовенком Кузей И это очень Джонсону понравилось Может Киссинджер называл, мы же не знаем Киссинджер очень прекрасно Я встречался с Киссинджером на конференции в Германии Еще там был разок один у нас И Марчук был тогда, и Евген Кириллович И он прекрасно русским языком владел Он вообще, конечно, он в этих делах очень здорово всем разбирался Ушел недавно, то есть ему же сто лет Это же огромная личность, персона Он тогда, когда уже давал Зеленскому рекомендации Помните, в Иване Лексус тоже Киссинджера через... Как бы говорили с ним тоже через Атали Если я не ошибаюсь Поэтому... Ну и Киссинджер очень серьезно и давал советы тогда Украине Ну и этот же не встретился с ним Встретился, но потом это уже как бы такое было Зеленский Помните, как они на Киссинджера наехали Это там и Миша Подолян писал И все другие там какие-то свои скабрезные там давали Комментарии про Киссинджера Им до Киссинджера как... Вообще там непонятно Минимум как до Луны Это минимум А так, наверное, и больше Но неважно Вот давайте про Борю Про Борю очень много Джонсона посмотрело Народ этот... Притом, вы же видите, никто его больше не дал Этот материал Только Олег Игоревич проанализировал и раскрыл Это говорит, что Эти кошелки, хабалки с этого шмарафона Они полностью, как говорится Инструментированы И подобраны только для Для того, чтобы освещать зеленую эту всю плесень и дребедень Ну и нынешний тот, что пришел министром культуры И стратегических коммуникаций Я на него смотрю Такие у меня ассоциации возникают Знаете Это... Когда... Откуда его, так сказать Где? Где его добыли? Я думаю, будут большие проблемы с этим товарищем Очень большие проблемы Он так весь... Он весь заточен Он заточен на какие-то очень нехорошие вещи Он сказал, что на комитете опубликовали его Ему задали вопрос по поводу шмарафона Этого марафона Он сказал, что марафон был, есть и будет Он должен объединять всех Ну, таких лучших, таких Гебиско-большевистских традиций Я их сформулировал Задачу поставленную, да По реке плывет топор из села Чугуева Ну и пусть себе плывет железяка Сельдереева В общем, я думаю, будут большие проблемы с нынешним министром Ну, их было уже много за пять лет Помните Сашу Ткаченко? Еще кто-то был Как его? Бородянский, да? Помните? Бородянский был Ткаченко был Ну и что дальше? Ну, теперь пришел вот еще какой-то все Говорят, там некоторые пишут Ух, сейчас он такую КГБскую систему создаст Между центрами информации, дезинформации Между Сашей Литвиненко, Министерством культуры, КГБ, Малюка Ух, такое развернет Ну-ну Посмотрим, что развернется Тут уже агония режима идет Ну, давайте не про это Да, это так, к слову Давайте про Очень много комментариев Я так, конечно, все не прочитал Потому что это их почти Сегодня у нас шестое Вот Обеденное время Где-то, да, уже чуть после обедения Ну, у кого-то обеденное, у кого-то после обеденное Ну, и где-то их там под 900 И такие, очень много умных Такие развернутые Ну, и я тоже размышлял над всем этим Тоже Вот, и такие Думаю, ну, надо глубже зайти в тему Надо глубже зайти Глубже покопать Ну, и покопал И так мне что-то совсем Не вдохновляет меня Это вся Кузькина мать С этим домовенком Кузей Бори Джонсоном Ну, давайте Расскажу вам Поделюсь Своими, так сказать Мыслями Наблюдениями Какими-то сравнениями Аналогиями Ну, а вы тоже Подумаете над этим всем Ну, следующее Итак Понятие Кузькина мать На самом деле есть Я вам его попытаюсь раскрыть Называется оно в самом деле Полная его Это идиома Я вам покажу Кузькину мать Или я тебе покажу Кузькину мать Оно есть И оно очень давно использовано И это мы с вами про Обсудим Теперь давайте про Того, кто его сделал Так сказать Вел его в политический Мировой сленг Это сделал в самом деле Хрущев Сделал он это осенью 1960 года 1960 года 1960-1960 года Сделал он это на 15-й Генеральной Ассамблеи ООН А сейчас будет в сентябре Тоже осенью Вот этого года Уже 2024-го Представляете, сколько времени прошло 64 года Зеленский туда собирается ехать Вот В Нью-Йорке оно, я так понимаю Да? Было Это Туда поедет теперь Зеленский Представляете А тогда был там На этой Ассамблее Председатель Правительства Советского Союза Это был Никита Сергеевич Хрущев Говорят, что не Хрущев Он был, а Изумрудов Ну Кто его знает Так вот Шло тогда То есть Не стучал он Ботинком Выступая На На вот этой Генеральной Ассамблеи Перед другими Но ботинком Он стучал Туфли Ботинком По-разному Говорят Вот Стучал он им Вот Стучал он им На На заседании Где выступал Премьер-министр Вот знаете Кого От Британии Или Великобритании Тогда она Называлась Макмиллан И выступал С большим Осуждением Он тогда Советского Союза За то За все его деятельность По отношению К европейским Восточноевропейским Странам Ну и в том числе Обсуждался вопрос Пятьдесят шестого Года Когда были введены Войска В Венгрию И западу Это очень Империалистам Не нравилось Потом еще Выступал Там Филиппин Кто-то И впервые Тогда Хрущев Назвал Такое Вел Тоже В обращение Идиому Как Халуй Мирового Империализма Что ли Там Или американского Сейчас точно Скажу вам Вот А Халуй Американского Империализма Когда Филиппинский Докладчик Лоренцо Сумулонг Или Сумулонг Докладчика Сумулонг Да Предложил Советскому Союзу Деколонизировать Восточную Европу На что Зеленский Назвал его Халуйом Американского Империализма И поставил В тупик Переводчиков Это Анатолий Этот Или как Ну в общем Громыка Был Он тогда Там был На этой 15-й Сессии Генеральной Ассамблеи И По Словам Описанием Громыка Он Как бы Тогда Очень были Тяжелые Громыка Жаркая Дискуссия Шла Она Носила Очень Такое Открытое Столкновение Советского Союза С ведущими Странами Блока НАТО Кстати Ну и Тогда Вот Когда Макмиллан Начал Выступать Макмиллан Употребил Особенно Резкие Слова По адресу Советского Союза И Союзников Друзей Советского Союза Хрущев Нагнулся Снял Тогда Громыка Пишет В Воспоминаниях Ботинок Видно Такой Полуботинок У него Был И Стал Силой Стучать Им По Столу За Которым Сидел А так как Ним Не было Других Бумаг То Звук Звук От удара Ботинка По дереву Получался Основательным И по всему Залу Разнесся Макмиллан Тренированный Был Представитель Таласократии И поэтому Продолжал Зачитывать Свою Оскорбительную Для Советского Союза Речь Сцена Была Очень тяжелая Очень Такая Напряженная В общем Все там Описывали И Зорин Написывал И другие Но никто Не аплодировал Все так Сидели Очень Сложно Был там Такой еще У него Переводчик Вот этот Переводчик Как раз И говорил Где Употребил Суходрев То есть Получается Так Хрущев С туфлем Ботинком Отдельно А я вам Покажу Кузькину Мать Хрущев Отдельно Это разные Были два Процесса Кузькину Мать Он использовал Несколько раз Суходрева Почитаете Это очень Серьезный Человек Переводчиком Был личным И у Хрущева И у Брежнева И у Косыгина Потом он был Но у двух Он был Абсолютно Близким Переводчиком Вот Ну понятно Ну в общем Посмотрите Посмотрите Достаточно Много Описаний Разные Вот Суходрев Описывает То есть Делаем Вывод Хрущев Сам Занимался Этими Всеми Делами Сам Ездил Сам Выступал Сам Контролировал Сам Оказывал Жесточайшей Конфронтацию Шел Шел Прямые Столкновения С Лидерами Западных Стран Проявлял Очень Серьезное Красноречие Ум И Очень Глубокое Понимание Ситуации В то Время В то Время Я подчеркиваю И Ну короче Он Сам Руководил Этим Всем И Громыков Вот своих Этих Признает Что Хрущев Оказывался Способным Реагировать На эти Все Вызовы Сын Хрущева Говорит Что да Был этот Ботинок Или туфель Там Ну не важно Что он Его поднимал Вверх Что там Типа Камушек Из него Достает Потом Довел Он До Состояния Психического Стресса Такого Делегацию Испании С которой Тогда не было Отношений Дипломатических Там Франко Ей управлял И тот Глава Там Этой Делегации Кричал Ну все Испугали Что может Ботинком Стукнуть И по голове Кого-то Они как раз Испанцы Впереди Сидели И он Они Додвинулись И в самом деле Якобы Поставил Ботинок Хрущев Который Упирался Прямо Этому Главе В шею Где-то Ну и Это Такой Как бы Был Прямо Как Попробую Сейчас Как бы Показать вам Прочитать Что вот Как Громык Это умнейший Человек же Да Как он Говорил Про это Что Он Сказал Следующее Про это Событие Уже позже Конечно Не сразу Что он Его Описывал Это Воспоминания Его Были Громыка Так вот Он Довел Испанского Этого Испанцы Начали Дергаться И вышли Покинули Свою Это И Атмосфера Была Очень Напряженная Один Из Испанцев В ранге Посла Приподнялся Они Впереди Сидели Сделал На всякий Случай Шаг Вперед Подальше От Бодинка Обернулся И крикнул Хрущеву По-английски We do not Like you We do not Мы Мы Не любим Вас Вы нам Не нравитесь Ну Поэтому Не нравился Потому Что Отношения С Испанией Были Очень Скверные Громыка И Франко Правил В 60 Году И Что еще Важно В конце Громыка Об этом Говорит Памятная Книга Первая Новые горизонты 2015 Век На секундочку Издано В 2015 Году Это издано Было Он Говорит Следующее Ну Потом Это переиздание Наверное Сейчас Может Это все Показаться Странным Но Ни одного Смеющего Человека В зале Тогда Не было Среди Делегатов Высший уровень Делегатов Был Не На галереи Для публики Все Лишь Удивлялись Будто Присутствовали Вот это важно При каком-то Непонятном Взбудорожившем Аудиторию Ритуале Вот это важно Вот это важно То есть Все находились В каком-то Состоянии Как будто Они присутствуют Именно на каком-то Ритуальном Действии Ну короче Хрущев там Поднял им Как говорится Настроение И Макмилану То есть Это было Прямое Столкновение Советского Союза Это Тылурократия С Великобританией На то время Центром Таласократии Это И происходило Это фактически В форме Такой Взбудораживающего Серьезного Ритуала В 62-м году Там Почитайте Это был Серьезный Карибский Кризис И Вот этот Суходрев Описывает Использование Вот И другие Описывают Вот это Использование Выражения Я вам покажу Кузькину Мать Оно было Использовано Хрущевым Во время Поездки По Лос-Анджелесу Но и перед этим Было использовано Тоже То есть Он Его И вот Теперь Давайте Мы С вами Как бы Сообразим А что же Это за выражение Кузькина Мать Выходит Так Что Впервые Его Серьезно Употребил Именно Первый Секретарь ЦК ПКПСС Никита Хрущев В 1959 Году В Москве Была Американская Национальная Выставка Промышленная Продукция США И там Был Вице-президент США Ричард Никсон И в беседе С Хрущев С Хрущевым Он Хвалил Достижения Американской Промышленности В ответ Хрущев Заявил В нашем Распоряжении Имеются Средства Суходрев Ехали По Лос-Анджелесу И он Смотрел На Сытую Их Жизнь На Новые Дома На Все Как Им Хорошо Живется И Снова Вспомнил Про Кузьму С Матерью И он Сказал Об Этому Опять По-моему Никсон Жи присутствовал Еще там Разные Люди Присутствовали И он Тогда Сказал Что Типа Это Как То Мол Типа Покажем Америке Что Она Еще Никогда Не Видела Ну Как Сгладил Уже В Лос-Анджелесе Но Есть Классическое Выражение Означающее Показать Кузькину Мать Это Значит Пообещать Кому-то Очень Большие Неприятности И это Устойчивое Очень Идиома И выражение Узнать Кузькину Мать Показать Кузькину Мать Это Угроза Это Предостережение Даже У Чехова Есть В рассказе Хамелеум Он Писал Он Увидит У меня Что Значит Собака И Прочищий Бродячий Скот Я Ему Покажу Кузькину Мать Разные Есть Как бы Версии Откуда Это взялось Выражение Но В принципе Все сводится К чему Если брать Материальный Аспект Что Это Очень Жесткое Выражение Плеть Кнут Показать Показать Пригрозить Побоями Пригрозить Какими-то Очень Большими Насильственными Действиями Причем Такими Скажем Невосполнимыми Для того Кому Они Применяются Есть Еще Одна Очень Серьезная Такая Как бы Как бы Это Сказать Нематериальная Версия Данного Понятия Она Тоже Очень Серьезно Имеет Фактор Функционирования Кузькой В старину Называли Домового Который Плохо Выполнял Свои Обязанности Вот Откуда Типа Появилось Название Кузька Этот Самый Джонсон Боря Джонсон Домовой Кузька Плохо Исполнял Плохо И Противно Но У домового Кузьки Была Кузькина Мать Матушка Считали Его Жену Другого Фольклорного Персонажа Кузькиной Матери Считали Знаете Кого Кикимору По поверьям Она Насылала На дом На страну Несчастье Вредила Жителям Страны Дома А Также Портила Вот Все Имущество Ракеты Насылает Взрывы И прочее Это Кузькина Мать Делает И Считалось Увидеть Кузькину Мать Очень Дурной Приметой Понимаете Откуда Боря Кузька Взялся И его Кузькина Мать Так вот Оказывается Что В удмуртском Языке В пермском Ну В финно-угорской Системе Уральских Языков Группа Коми Зырянская В ней Слово Кузь Кузя Означает Типа Этот самый Ну Короче Типа Рогатый Скажем Так То есть Это означает Что Это Чья Мать Рогатого Ну И здесь Под Кузьмить И Прочее Прочее Короче Это Это Очень Такая Серьезная Символический Фразеологизм Который Очень Точно И мне В комментариях Как бы Сравнивают Борю Джонсона С этим Персонажем Рогатыми Ну Ну Вот Это Важность Что Есть Еще Кузькина Мать Кикимора И так Далее И так Далее Ну У нее Что же Есть Ее Откуда Кузька Взялся Он же Не взялся Просто Так Она Не Это Самая Шопа Наш Не Не Может Сама В себе Кузьку Чтобы Появился Ей Нужен Был Тот Кто Ей Помог Произвести Кузьку На свет То есть Кикимора Кузькина Мать Но Если Вы Посмотрите На Сирского Вот На все Эти Дела Откуда Сирский Взялся Там же Как раз Мокша Он Оттуда С этой Области Где Жила Мокша Пали Хорошо Этот Наш Историк Описывает Он Молодец В этом Плане Так Вот Получается Тут Целое Такое Как это Самое Гроздья Целые Такие Круги То есть Есть Домовой Кузька Боря Джонсон Есть Кузькина Мать Ну Был Хрущев Который Показывал Кузькину Мать Соединенным Штатом И Другим Представителем Этой Таласократии Туманному Альбиону Лондону Ну И Было Оказывается Серьезное Столкновение У Хрущева С премьером Туманного Альбиона Макмиланом В 1960 Году Вот И Получается Все То Что Я Вам Рассказывал Что Оказывается Тут у нас Орудует Тоже Представитель Кузькиной Матери Тоже Зеленый Кстати Вместе Со своими Вот этими Зелеными Собратьями В Киеве Ну И Что делать Будем Как Думаете Если Вот это Все Соединить Ну Еще Есть Тут Одно Выражение Про Кузькину Мать Что Это Сейчас Попробую Его Найти Ага Вот Кроме Того Сегодня Кузькиной Матерей Или Царь Бомбой Называют Водородную Бомбу АН 602 Которую Испытали В СССР В 1961 В этом Значении Стоит Писать Кузькину Мать С прописной Буквой Вот Что Еще Хотел Вам Подчеркнуть Что Оказывается Водородная Бомба Прямо Соответствующей Классификации Была Названа Тоже Кузькиной Матерью Поэтому Когда Мы Говорим О Вот О Сем Этом Символизме То Выходят Очень Нехорошие Параллели И Горизонтали Поэтому Вывод Делаем Какой Неспроста Это Все Как-то Сложилось Тут Тебе И Атали Тут Тебе И Пранкеры Тут Тебе И Киссинджер Тут Тебе И Боря Джонсон Тут Тебе Показать Кузькину Мать Тут Тебе Зеленский Тут Тебе Мать Кикимора Тут Тебе Водородная Бомба Блин Как Этот Говорил Хрущев Вот Кладовая Когда Фурцева Танцевала Говорят На столе В неглиже Или без Так что Дорогие мои Надо Собраться И не Расслабляться Ну и Надо Начинать Эту Песню В общем-то Может Уже Про Кузькину Мать И завершать Я так Полагаю Потому что Мне это Например Очень Все Недовподобие Вам Лингвистическо Символических Эзотерических Астральных И других Символов Параллелей Горизонтали И аналогии До новых встреч Держитесь Мальчики Девочки Мальчики